Я думаю вам надоело уже слушать о школе, американской, да, о школе, потому что уже кажется 3 или 4 видео вышло в подряд, где я только о ней вроде бы и говорю, но там были какие-то вставки, но в основном это было так. Поэтому давайте я сейчас сделаю то, что вы меня давно просили, вы просили меня дать как бы свой отзыв по поводу шоу на канале Кликлак, кажется нащупал, и сейчас я вас удивлю, это прям как будто разоблачение, шоу мне нравится, шоу прикольное, понравилось, кто не знает, смысл в том, что есть такая стеклянная коробка, когда участник не видит, что внутри, есть 2 отверстия для рук и туда подкладывают какую-то вещь, например шапку или желейные червяки, вы должны засунуть руки и вы не видите, что внутри, вы должны щупать и угадывать, поэтому шоу называется, кажется нащупал. И вот к части моего разоблачения, дело в том, что они снимают его на одном и том же фестивале, по-моему я не помню, это был Витфест, прошел Витфест, на нем они наснимали, выпусков наверное 20, кажется нащупал. Вот вы думаете, уже вышел первый сезон где-то, месяц назад он выходил, в итоге они подождали недели две, пока анонсируют второй сезон, анонсировали второй сезон и сейчас будет еще месяц показывать то, что они отсняли за 2 дня 3 месяца назад, потому что блогерские фестивали проходили все основные в июне, в апреле, в мае, вот в этих датах. И также делает канал Dive5Top, то есть это два больших канала, которые так делают, они готовятся и за 1-2 дня фестиваля наснимают, потому что вы заметили, что везде, кажется нащупал один и тот же фон, потому что это одна и та же студия создана для совместных видео именно организаторами фестиваля и вот они там наснимали кучу, ничего плохого нету, просто дело в том, что они делают перерывы и анонсируют, что это они вот в этот момент, они как будто снимают его, а на самом деле они наснимали его давным-давно и из Dive5Top, сколько у них 5 миллионов подписчиков, у них с просмотрами очень плохо, я не помню, 50 тысяч вроде бы видео набирают по сравнению с 5 миллионами, но все равно они снимают, по-моему, даже еще в больший период. В мае был фестиваль в Киеве, видео жара, на котором я был и был Артем, я думаю вы помните, Артем, Артем помнит себя и Ликей, основатель канала Dive5Top, подошел к Артему и предложил его сняться в его шоу, блогеры и типа и просто зрители отвечают на вопросы школьной программы, а он в 10 классе, его взяли, он поотвечал на вопросы и я думал там выйдет, не знаю, через неделю, ну максимум через месяц и только в августе позавчера или позапозавчера вышел этот выпуск. Прошло 3 месяца, даже чуть больше, прошло 3,5 месяца и только вышел этот выпуск, и то он там снимал еще куча программ, это они могут делать такие промежутки чуть ли не на полгода, вот это часть с разоблачением. А само шоу прикольно, ну много аналогов каких-то похожих было в мини программах, мое мнение позитивное, но они это превратили прям в отдельную рубрику, в отдельное шоу. Субтитры создавал DimaTorzok